Ну, мы снова вернулись и сейчас как раз на практическом элементе, да, попробуем показать то, что мы рассказывали в самом докладе. Для этого мы, естественно, не будем использовать живого легионера, да, взяли мясо. Вот. И, собственно говоря, видим мы ложку Диокла, да, и реконструкцию по тому, что мы имеем, да, по тем источникам изобразительным, которые мы имеем. Вот такая она. И сделали два классических наконечника, опять же, по находкам из Виндонисы, то есть там, где у нас как раз стоял одиннадцатый легион. Вот. Это более простой наконечник, который использовался римлян, видать, для пробивания доспехов. Такой пирамидальный форм, острый. И наконечник с двумя шипами зазубринами, да, которые препятствовали бы его излечению из раны. Таких и таких наконечников найдено очень много, вот. И поэтому такие классические римские наконечники мы и будем использовать в нашем эксперименте. То есть мы попытаемся с помощью ложки Диокла их извлечь из тканей. Ну, начнем с самого простого. Это наконечник, который, собственно говоря, и так бы без всяких проблем вышел бы из мяса. Помещаем его в ткань и уже сразу мы видим проблему, да, то есть, которая бы у нас возникла при извлечении этого наконечника из ложки Диокла. То есть раневой канал от такого наконечника очень узкий. И вот эта плоская форма, от этого совочка и ложки, она не конкурентна, да, с самим каналом. То есть для того, чтобы нам использовать эту ложку, нам пришлось бы раневой канал расширять, то есть рассекать его в стороны, влево-вправо, чтобы ложку провести. Хочу сказать, что вообще кожа человеческая, да, и ткани, они достаточно плотные. То есть просто так что-то проткнуть тупым инструментом у нас не получится. После того, чтобы помогать буду я. Хорошо. Поэтому мы расширили сейчас раневой канал, да, хотя бы эту кожную часть, да, и попробуем сейчас провести ложку Диокла. В принципе, как бы, конечно, проводится все. Но вот уже первая проблема, которая возникла, то есть у нас наконечник, я поместил в кость, то есть у стреля наконечника в кости. И нам ложку Диокла уже не, собственно говоря, не провести, а чтобы нам подловить это. Но, слава Богу, здесь у нас есть древко, мы можем попытаться покачивать. Собственно говоря, есть работа Галена, в которой и описывается подобное, да, что если есть возможность, то, конечно, извлеките стрелу за древкой. Вот покачивая, в принципе, можно попытаться наконечник этот поймать. Ну, достаточно сложно, потому что само отверстие маленькой ложки и, как бы, без визуализации это все на ощупь делать очень непросто. Ну, на самом деле, хочу сказать, что не могу это сделать, зацепиться. Но, слава Богу, это свинина, да, и под воздействием трения металла, металл, стрела выскочила сама. Вот, попробуем усложнить задачу. Бывали такие случаи, когда, ну, в принципе, так и было задумано во многих случаях, когда наконечник просто слетал с древка и оставался в ране. Гален рекомендует в таких случаях рассечь раневой канал, открыть его с помощью крючков и аккуратно, схватив костными щипцами, извлечь, попытаться извлечь. Ну, или были вообще варианты с прокалыванием полностью конечности. Вот, сейчас мы снимем его, наконечник с древка, поместим в ткань и попробуем настать данный наконечник вообще без помощи уже древка, да. Опять же, та же самая проблема, то есть, нам снова надо рассекать раневой канал. Вообще, в своей работе, то есть, я периодически сталкиваюсь с такими, то есть, мне приходилось и пули извлекать из мягких тканей, и какие-то обломки инструмента при различных травмах. И это большая проблема вообще, потому что найти в мягких тканях небольшой металлический инструмент или кусочек железа, металла достаточно сложно, даже с нашими техниками, когда у нас имеется и раневой канал, и когда у нас имеется рентген, КТ и так далее. То есть, небольшие вещи, вообще даже тактически иногда говорят, что надо оставлять. Вот, собственно говоря, без этого, без древка, ложкой диокла вообще нечего тут делать. Поэтому можно прийти к тому же самому методу, да, то есть, расширить канал с помощью крючков, как-то его раскрыть, попытаться зайти туда костными щипцами, захватить наконечник и излечь его. Ну, самый простой вариант. Первая операция в моей жизни. Сейчас будет еще и пострашнее. Теперь попробуем излечь наконечник более жуткий, да, собственно, ради которого это и ложкой была придумана. Почему? Потому что ложка по описанию Цельса как раз и нужна для того, чтобы защитить ткани от вот этих вот острых краев. Но я специально сделал наконечник чуть шире, потому что естественно, что никто из противников не будет придумывать специальные наконечники для именно этой ложки, да, и будет пользоваться тем, что есть. Поэтому вот самый такой сложный вариант, когда, скажем так, ложка не конкурентна, да, с наконечником. Давайте попробуем. Ну вот, собственно, попробуем. Сейчас, конечно, раневой канал у нас имеет достаточно интересную структуру, да, то есть, расширять уже ничего не надо, то есть, можно попробовать по раневому каналу эту ложечку ставить. Ну и та же самая проблема, достаточно сложно с этим маленьким отверстием, несмотря на то, что она немножко деформированная по типу от отверстий утёрки, да, для овощей. Тем не менее, поймать этот наконечник не представляется возможным без контроля зрения. Плюс при наших манипуляциях тут же сразу наконечник поворачивается и вот эти вот, собственно говоря, стрелки начинают работать, то есть, они упираются в ткань. Ну, попробуем помочь себе маленькой. Нет. Попробуем, значит, просто его вытащить. Нет. Естественно, что сразу наконечник срывается и извлечь его уже даже под контролем зрения и руками невозможно. На то и рассчитываем. Да. И приходим к тому же методу, да, когда нам приходится снова расширять раневой канал, браться плотно зубцами и, возможно, даже где-то рассекать, а где-то использовать, возможно, какой-то костный распатор, чтобы отводить ткань и потихоньку этот наконечник извлекать. Пациент орёт при этом. Весь фокус то, что да, мы-то сейчас в опыте, ну, видно, как это всё сложно происходит. В опыте мы, конечно, используем это всё на какой-то мёртвой ткани. Если бы это у нас был живой человек, он бы нам много о нас рассказал бы. А обезболивания, как такого, вы помните, да, не было. Я думаю, что смысл показывать более сложный способ, когда у нас наконечник. Ну, в принципе, тут как бы эксперимент и был поставлен так, что и сам наконечник сразу и перешёл на второй этап, да, когда у нас древко срывается и, собственно говоря, мы уже ничего не можем сделать и вынуждены извлекать его без контроля с древком. Вот, собственно говоря, ложка диокла и как она работает, да, никак. Вот. Возможно, конечно, если провести эксперименты, посмотреть, если это не подделка, как многие думают, да, 19 века, если посмотреть, где она была найдена, посмотреть, какие там были наконечники в тот период, как это всё работало. Возможно, ну, как-то есть какая-то определённая взаимосвязь, корреляция, да, но вообще не очень, не очень всё это хорошо. Поэтому, если бы я в то время жил и был хирургом первого-второго века, конечно, я бы использовал классические методы. Это излечение с помощью обычных костных щипцов. Перейдём ко второй части нашего эксперимента, более жуткому. Это трепанация. И у нас есть, скажем так, римский гражданин, некий легионер, который получил, значит, по голове, у него какой-то вдавленный перелом. И ещё даже Гиппократ в своём работе упоминал. Как раз такие вот типы трепана и галена. У Цельса тоже есть. И вот этот самый трепан. Как он устроен? То есть это у нас трубка с зубчиками. Причём интересно, что, чтобы нам каким-то образом это сверлить, да, центрировать, здесь в центре есть определённая, скажем так, определённая ось, да, тоже острая и ряд ограничителей. Когда я только сделал его, я сделал его по археологической находке. То есть я не знал, как им пользоваться и зачем это всё вообще нужно. Но оказалось, что на самом деле, и сейчас мы это увидим, это всё, каждый из этих элементов, он нужен. По-моему, музей Кёльна как раз вот есть и противопоставление вот такой чашечки, да, с помощью которой мы будем делать, давить, скажем так, и оказывать давление на этот. И часто в находках в едином комплекте находят и вот такие трепаны и, собственно говоря, вот такой вот раскладной лучок. Принцип, как, собственно говоря, при извлечении огня, да, с помощью трения, когда мы устанавливаем этот трепан на кость, натягиваем его и начинаем определённые движения. Сейчас мы это всё, собственно говоря, и попробуем. Для того, чтобы дойти до, собственно говоря, кости, нам нужно сначала освободить лоску, да. Сделаем это. Значит, интересное устройство римского скальпеля и, как бы, у многих возникает вопрос, а почему именно такая форма ручки? Обратная форма ручки – это шпатель, шпатель-диссектор, которым можно что сделать? Можно, производя вот такие движения, освободить какие-то элементы кости, посмотреть глубину раны, например, или характер раннего канала. Очень удобная вещь. В принципе, если вы посмотрите сейчас на скальпель современный, то он устроен на одноразовые наши скальпеля с пластмассовыми ручками или там даже титановыми. Устроены точно по такому же принципу. Стальная режущая часть, а ручка или титановая или пластмассовая, в принципе. Когда у нас не было одноразовых скальпелей, мы использовали вот такие вот титановые ручки, на которые надевали одноразовые лезвия. То есть этот принцип римлянам ещё в первом веке, даже раньше был понятен. Вот мы освобождаем лоскут, выходим на кость, возможно, там видим какие-то повреждения и так далее. И сейчас будем использовать репан. То есть сейчас у нас ассистент ухватится крючком как следует и просто будет его оттягивать. Надо воткнуть. Это острый крючок. В принципе, аналоги таких крючков есть сейчас. То есть это крючки Кохера. Да, отлично. Чтобы у нас начать этот процесс, надо сначала у нас, скажем так, нанести, зарезаться в ткань. Наносим. Я не римский врач, у римского врача, конечно, это всё получалось быстрее. Я трепанацию, будучи военным врачом, делал только один раз. Это не моя немножко специальность. Но за это сейчас отыграюсь. Видно, да, что с небольшими проблемами всё прекрасно работает. Происходит сверление кости. И Гален, и Цельс, они описывали, что при таком сверлении трепан очень быстро нагревается. Его надо остужать. В принципе, тот же самый принцип и у нас при трепанации. То есть когда мы используем фрезы, то мы периодически их остужаем в травматологии. Остужают в воде? Нет, ну и можно поливать визраствором там или какими-то антисептиками мало агрессивными. Весь фокус в том, что если его не остужать, сам инструмент будет нагревать ткань и приводить к вторичным потом некрозам в этом месте. Ну, с чем мы столкнулись, когда, в принципе, понятен, я думаю, да, можно посмотреть внимательно, да, что у нас, в принципе, пропил, пропил уже глубиной несколько миллиметров. С чем мы столкнулись, когда пилили первый раз сверную голову в нашем эксперименте. Дело в том, что этот трепан не может просверлить свиную голову. Почему? Если вы посмотрите, то увидите, что здесь у нас есть ограничители. Толщина кости свиньи гораздо больше. У человека она там обычно 4-5 миллиметров в разные, ну, в зависимости от того, где это происходит, в каких этих областях, там, теменной, там, затылочной и так далее. И если мы будем использовать и другой трепан, что может произойти? При наших тракциях каких-то трепан просто провалится в мозг. Чтобы это не произошло, здесь были сделаны ограничители. И свиную голову мы просверлить не смогли. Почему? Потому что толщина человеческих костей. И это свиной разное. Трепан бы совершенно был другой, скажем так, формой и возможностей. И поэтому свиную голову этим трепаном человеческим не просверлить. Вот с этим мы столкнулись, когда проводили эксперимент. И сами авторы пишут, что после того, как у нас произведена трепанация, не пытайтесь просверлить до конца, а все-таки пытайтесь использовать различные виды распаторов, костных каких-то шпателей, с помощью которого, различными манипуляциями, этот костный фрагмент нужно потихоньку удалить. Для того, чтобы не повредить мозг. И вот в плане, опять же, каких-то элементов, которые наносились сюда, якобы, в виде трансплантатов. Весь фокус в том, что в отсутствии асептики-антисептики, знание об этом, в отсутствии нормальных антисептиков и асептической среды для операции, все бы закончилось очень печально, если мы сюда положили что-то и зашили бы. Это было источником инфекции и все бы это гнило и, скорее всего, привело бы к воспалению оболочек и головного мозга и закончить очень печально. Ну, я думаю, достаточно все было просто. Поздравляю вас с первой вашей операцией. Ну, можно на этом закончить. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом PostScript. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео. Часто люди, которых мы называем просветителями, являются источниками мифов. Лекарства должно быть много, лекарство должно быть неприятного вкуса, ни в коем случае не должно быть прозрачным. Не должно растягиваться на годы, на месяцы. Была ли практика вставлять здоровые зубы крестьян баром, потерявшим свои? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова